а сейчас будет плюхаться сильно вода льется торжественный запуск пол немного кривоватый надо подложить железячки чтобы выровнять прогибов никаких не было и чтобы все более-менее конкретно стояло решил налить водички сначала немного чтобы продавило побольше ну что ребята наконец-то на своем месте на котором должен быть у работа по передвиганию 1 аквариум из одной комнаты в другую это конечно тяжелая работа с рыбой где-то жесть вот у меня у ребенка в комнате пока вот этот аквариум стоит тут конечно он так себе выглядит вот этот на своем месте пока еще что у меня тут сам в таком состояние тут все барахло тоже накидана сейчас ближе к выходным каждый день доливаю водички сюда значит примерно с того аквариума сливаю процентов 30 то есть это у нас примерно получается литров по 200-250 заливаю вот сюда чтобы биология не полегла ничего тут субстрат положил маленькая пумбочка у меня водичку гоняет сегодня положу грелку чтобы вода теплая была и запущу черепаху первопроходца пускай тут шлендой туда-сюда буду кормить ее потихоньку ну и чтоб тоже биология тут продолжала привезу на выходных суда субстрат который у меня лежит в сампах запущу сам короче все надо будет потихонечку быстренько доделывать потихонечку быстренько ну вот пол кривоватый под аквариум так вроде ровный но банк шаталась по цветам подложил куда всякие пластинки металлические чтобы выровнять ну вроде стоит ровненько аккуратненько он так сюда встал тоже буду вот тут стенка с белым глянцем буду сюда тоже белым глянцем обшивать в одном стиле так сказать было конечно еще тоже бардак дно накидано 2 накидано ничего вот так вот решил расположить крепление для фитофильтра вот таким макаром раз два три и четыре надо будет докрутить ничего ну вроде все тут вот грязь к пакет кидал сюда и вот грязь с него вся полосыпалась пока я лозит вот эта помпочка отмана блин вроде маленькая покупал для перевозки рыбы чтоб собирала слизь и всякую грязь ку вроде маленькая гудит как трактор кошмар спать вообще не вариант пришлось вот так вот губку отцепить все подцепляется вот в таком положении она тихо работает как стенки прицепишь это жесть гудит как кошмар короче так что пока наполняем как будут какие-то изменения буду показывать дальше что к чему все давайте ребятки до встречи итак друзья мы тут потихоньку выдвижемся вперед освободила тут все сам пи сделал решеточки сейчас поближе покажу значит у меня вот такие решетки из из решетки для потолка armstrong вот они помогают чтобы циркуляция воды была нормальная вот так вот водичка хорошо шла ничего нигде не завалилось потому что когда вы мешки с наполнителем просто опускаете вот на на пол можно так сказать то уменьшается скорость потока и так как раз если какая-то грязь к есть ил рабочий он весь суда оседает его потом отсюда легко шлангом отсосать так тут еще я не определился буду делать кипящий слой или нет или тоже оставлю место для наполнителя сюда тоже решеточку на дно сделаю и сюда поменьше значит чего тут еще мне интересно сделаю вот такой корыто не хочу на скаме пользоваться подсказали мне вернее андрей мне подсказал из дальнего востока вернется дальнего востока бабах тарарах что он использует такую интересную штуку как материал для грубо говоря фильтр для покрасочных камер напольный сниму отдельный ролик покажу что это за зверь с чем его едят значит что у меня в этом корыться будет смотрите какая-то штука прикольно решетка это из нее можно делать что хочешь хочешь перегородку делай хочешь еще такие ящики мастерии значит на дно будет укладываться синтепон чтобы улавливал мелкие частицы а сверху вот такой вот наполнитель будет лежать и все это будет сюда собираться ну и надеюсь не чаще чем раз в неделю это отсюда все доставать и вытряхать единственное надо чуть-чуть будет срезать стяжки ну что я сначала на стяжках крепил так сейчас хотела чтобы сфокусировался сначала делал чтобы на стяжках все это стянул по дну везде у меня вот стяжки идут а потом я проклеиваю все термопистолетом термоклеем вот этим если начал проклеивать кончились у меня как их там не знаю как они правильно называются катриджи не катриджи стержни клеевые такие вот тут все держит держит но чтобы вот это я уже проклеил канала твердо сидит это не проклеила она гуляет а вот это склеено все на гуляет вместе со всем ящичком вот такие вот сейчас вот так вот она выглядит решеточка перегородки сделано чтобы под большим весом ничего не прогибалась тут я не стал заморачиваться просто все стяжками стянул и все извините это уже наброски грубо говоря вот это будет аварийный аварийный слив извините что картинка тут съездил вот это будет аварийный слив вот так будет выглядеть основной слив чтобы это все посерединке было пока свет не провел пока фонариком пользуюсь чтобы она более-менее хотя бы в середину задувала еще хотел бы подсказать ребятам кто будет клеить краны себе краны весьма дорогие я использую вот эти краны эра на ней на сороковушку по моему в районе 800 рублей стоит не помню честно уже и советую всем что хотя бы их два раза использовать везде оставлять вот расстояние чтобы если что вдруг пошло не по плану можно так срезать и было еще раз его использовать потому что к меру если вот это еще просто у меня прикидка не клеена если вот допустим вот так будет то сюда еще можно будет какой-то фитинг приклеить так как давления у нас большого нету а если вы вот как здесь сделаете вот как здесь уголочек то все можно сказать кран должен либо будет вам очень сильно хорошо подходить вот с такой конфигурации так не уже к нему приклеим либо его просто выкиньте либо на крайний случай открутите вот эту гайку и возьмете с другого с такого же уже плохо продуманного экрана короче совет везде оставлять еще зазор на следующую склейку если вдруг что-то пошло не по плану так идем дальше тут я просверлил отверстие в самом каркасе притяну вот такими держателями трубы вот они теперь крепится красиво аккуратно все мне нравится значит трубу основную на помпу я использую 32 вот это уже тут подготовка штуцер под шланг вот вот это 25 это будет на фитофильтр будет помпочка у меня либо внешне не знаю пока скорее всего помпочка отдельная на 80 тонн у меня будет основная вот на эту трубу на фитофильтр и на стерилизатор будет небольшая помпа стоять тонны на 3 где-то так от него будет подходить скорее всего 32 труба 32 труба будет через стройник делиться на две части один будет 25 на фитофильтр и 25 на стерилизатор вот тут мы потихоньку уже заливаем водой вот сфокусировалась это все уже больше половины объема налито еще в плане крышку сделать нормальную но времени не хватает съездить купить материалы пока это все так пленкой натянул чтобы вода не охлаждалась черепашенцы чувствует отлично кушает гуляет все они хорошо сегодня еще самого закину еще может боцей пускай тут плавают долью еще свежей воды потому что много воды не наливал свежей потому что боялся будет бактериальная вспышка так как субстрата нет просто может лечь биология за свежей воды вот привез вчера биошары которые у меня в санпель лежали вот мешок с биошарами и еще так стоять так технический перерыв неполадки устранения неполадок так и привез еще вот такой фильтр атман цех 3-400 максимальный лежал у меня на складе у меня не лежала стоял на тонике с забитой лавой вот так что думаю нормально 20 литров лавы обычные 20 с корзинами литров 15-16 литров лавы пока все это потянет слегка вот так что работаем работаем вот пока выход вот так просто сделан пока ничего не клеил вот такие наброски единственное придется просверлить отверстие вот здесь чтобы труба аккуратно хорошо все зашла ничего страшного на прочность это никак не повлияет зато будет все четко красиво аккуратно сегодня суббота думаю за сегодня завтра уже долью объем так как фильтр есть сам заполнил ну и надо будет уже начать укладывать субстрат скорее всего за завтра за субстратом чтобы все это уложить так что все смотрим дальше все 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 ну еще о жвершки мои покажи что Это не твои Мои? Папина Не твои Красавчик Твою морю Что-то не прибрался Все Вот разговор о том, как биокубы пропускают воду сквозь себя То есть вообще без проблем Легко и непринужденно, так сказать И это говорит о том, что они пористые Пористые Так, ребят Заполнил я сам До проектируемого объема Вот так он с водичкой выглядит Проверил я на герметичность Вода это из аквариума Потому что вот этот субстрат Он уже с бактериями Снизу лежат кубы Вот они Этого производителя Сюда влезло у меня чуть меньше 15 литров Больше добавлять не стал, потому что получилось два ровных ряда Тут у меня планировалось кипящий слой Но пока, как говорил, уже передумал Так, тут у нас что? Тут у нас вот будет синтепон и материал Новый сейчас покажу Какой он Сюда, наверное, лава пойдет И сюда, может, лава или еще какой наполнитель Надо внешненький распотрошить будет И все это сюда высыпать Вот Будем использовать Джебао ДЦК 8000 Посмотрим, как будет сам справляться С максимальным объемом Вот Мешочки Хотел бы еще, так сказать, лайфхак такой Мешочки для наполнителя Обычно стоят в рыболовных Ой, в рыболовных В зоомагазинах Прямо каких-то неадекватных денег Я бы хотел вам предложить Вот такую хорошую альтернативу За 100 рублей Из ленты Два мешочка Один 30 на 30 см Другой 30 на 40 см Вот такая Синтетическая сеточка идет Удобно Вот это большой мешок Это поменьше То есть один просто чуть длиннее За 100 рублей Прекрасная вещь вообще Вот в наборе два мешочка Продаются они на стойках рядом, где у них овощи и фрукты Там обычно они с торцов на каких-то стендах висят 100 рублей стоит Вещь прекрасная Так, еще что у меня тут изменилось и добавилось Просверлил я отверстие Что-то не подумал я о нем вообще Вот такое вот отверстие Диаметр 45 миллиметров Вывел трубу сюда Надо будет ее потом вот так обжать, чтобы она тут не болталась Пока это все не заклеивал, потому что буду крышку делать, чтобы все это красиво зашло Естественно дырочку просверлил, чтобы это все завоздушилось и обратно не всасывало Пока вот в таком все бардаке Сейчас запущу и буду все потихоньку укладывать Вот помощник мой Вот эти товарищи тут от радости, что их так мало на таком объеме Мы уже собрались икру метать Одни в одном углу, другие в другом углу Вот Так что Сейчас дозалью С того аквариума сколько там можно будет максимум Остальное свежей водой добью Ну и буду уже запускать Так что давайте чуть позже включусь